Альбом Гомель 1911 экспонат с оправдой уникальный. Верогодний за все, Йонус Нуе у один им экземпляры. На сегодняшний день есть два варианта и причин его выдания. До 55-ти года уступление во владание майонткам Федора и Ирыны Паскевича. Те у якости подарунку некому особливому гостю, худшей за все, с царской семьи. Цекавая и сама история набытия альбома. Я была на конференции научной в Петербурге. И когда сообщала о Гомельском дворцево-парковом ансамбле, один из исследователей подсказал, что где-то в Москве блуждает якобы альбом Гомеля 1911 года. И вот тут началась почти детективная история. Мы его разыскивали, мы искали владельца, мы искали информацию об этом альбоме, затем нашли. Значную допомогу на бытие альбома оказал гомельский антеквар Сергей Путирин. Финансовую подрымку оказал Беларусьбанк. Докладный коштораритета не называется, это коммерцийная тайна, але он вельми немаленький. У ближайший час альбом будет накерованный на рестаурацию, а тому башить его экспозиции по кулинильгу. У сувезе с этим фотокопии с дымка у музея вырошили выставить у одной из галерей. Дарэч и фото с дымки мают не только историчную каштуность, и они допомогают специалистам у одновлений Палаца и Парка. При этом у администрации ансамблю спадяются, что это не опошняя каштовная набытье, и нават называют экспонат, який тут вельми жадают убачить. У нас есть картина Паскевича там на лошади, Иван Паскевич. Она, в принципе, коллекционер нам его передал на временное хранение. Он тоже выкупил эту картину на аукционе в России. Но пока стоимость для нас этой картины большая, поэтому она просто у нас находится, но мы мечтаем, конечно, ее купить, чтобы она была нашей собственностью. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Валера Ихапанько. Телерадо и компания «Гомель».